Всем привет! Недавно мы с друзьями и коллегами посетили Молдавию с целью осветить судебный процесс. Родственники обвиняемых россиян пригласили нас на суд. Говорят, что беспредел и произвол в отношении наших соотечественников. Из рассказа стало понятно, что обвиняемые это рекламщики Форекса, которых держат под стражей уже почти год, не имея никаких доказательств преступления. А само преступление выглядит так. Высокопоставленный гаишник Молдавии проиграл на бирже что-то около полумиллиона долларов и решил сделать крайними этих рекламщиков. Гаюшник Паулямов Баксов. Звучит уже интересно. Ну что же, мы хотели послушать и посмотреть, что на самом деле происходит в суде. Может, родственники предполагаемых мошенников нам вешают лапшу? А может быть, действительно они преступники? Хоть в Молдавии государственный язык румынский, но суд идет с переводчиком на русском, родном языке обвиняемых. Чтобы много времени не тратить, мы решили прилететь за три часа до начала заседания. И что же вы думаете произошло? Подойдя к будке таможенника, я отдал за грамм паспорт, а спустя 15 секунд подошел представитель местной ФСБ. У них она называется СИС. И пригласил пройти. И остальных коллег также перехватили. Типа док-проверка. Уже стало понятно, что нам не рады в Молдавии. И предсказуемо нас продержали без объяснений причин те самые три часа. На наши вопросы говорили улыбаясь. Еще 10 минут, еще 15 минут и так далее. Но мы каким-то чудом все равно успели к началу, прям в каком-то блокбастере. Забегая на этаж, видим, что зал открыт, в котором должно идти заседание. На ходу выхватываем камеры и заходим в зал. Сначала мы не знали, что видеосъемка начала и конца судебного заседания разрешена. Поэтому писали только аудио, а камеры держали в руках. Судья явно не ожидала нас увидеть и начала что-то говорить. А так как мы, и бом-бом по-румынски, то ждали, что скажет переводчик. А он как рыба облёт. Что-то мычит, но ничего члена раздельного и понятного из его рта я не услышал. Обвиняемые также обращались к суду. С требованием о смене переводчика, так как ничего не понятно. Потом судья встала с Неламантии и ушла. Да, вот так вот взяла и ушла. Русскоговорящие сказали нам, что она на нас вызвала полицию, так как мы тут лишние. Типа третьи лица и нам тут не место. Ну а дальше смотрите без комментариев. Что-то меня руками не трогайте, я же вас не трогаю, ворота. Я что, должен догадаться, что вы хотите от меня? Что вам не скопили? Снять. Каким образом? Рискового. 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 Сейчас. То есть я так понимаю, что для прессы места нету. Я сижу, место свободное. Для кого-то... Здесь находятся три адвоката, которые нам навязали. Это государство. Но на что ссылается судья? Почему у нас... Это ее решение. Мы от них отказываемся... То есть они боятся огласки, я так понимаю? Адвокаты тоже сами, государственные, отказывались от присутствия. Но... Навязали... Навязали того, кого... Кого не знаем вообще. Ни с протерилами дела, ни с чем. И эти три адвоката, они могут здесь не находиться вообще. Это все сделано лучше. Здесь... 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 Что-то я отнюдь из себя... Не сдала, ушла. Еще сейчас предложение какое будет. У вас это нормальный процесс, когда судья... Вы знаете, что на его полицию... А на его полицию... Она будет... То есть в то время как к ней обращался подсудимый, она разговаривала по телефону, не слушая подсудимого... Сейчас в момент заявления, когда мы подсудим одинаковое заявление, она делала вид, что его не слышали. Нет, она не делала вид, она только она слышала. Она специально. Ей все равно. Это нормально. Без предела. Это уже на рынке. Это мы сейчас ощутили в городе. Мы с этим воспринимаем боремся уже. Да, прошу прощения. Мы такими не ехали. А, тут мне надо выйти. Да, да. Как вы делаете? Я понял. Опять сейчас люди, кариболы, старые фигурки. Да, пожалуйста. Что, просто снимается? Любовь. Судья обращалась к нам, а потом в итоге накладывал. Выводит. Это нас выводит. Судья обращалась к нам. И в итоге выравнивался. Некоторым переводил, переводчик перепускал переводить. Потом судья был. Снял с себя вот эту черную матью. И вот что. Я поинтересовался, переводчик. Субтитры сделал DimaTorzok. Есть Икея-инстанции. Есть Икея-инстанции. Хорошо, мне это можно? Нет, не заходи. В общем, не заходи. Я там еще не буду. В общем, не знаю. Здесь партия досад. Здесь партия досад. Я представитель. Давайте переводчик. Не толкайте. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Да, нет, нет. Господи. Все. Вадим, вы можете объяснить, что вы хотите? Я не хочу. Я ничего не хочу. Вы что-то хотите? Мы хотим, что вы хотите... Мы не хотим. Мы хотим, чтобы... Мы не хотим. Нет, не важно. Ничего не важно. Значит, вы не знаете. Все все не 하고. Существует поднимает. Скажите, пожалуйста, по-русски. Существует поднимать. Водитие чутеры. Вот есть сыро? Да, нет. Да, нет. Ok. Я так понимаю, что здесь скрывают какие-то незаконные действия со стороны судей, она хочет увидеть какое-то решение, и даже для этого даже вызвали полицию, чтобы она могла закрепить или утвердить, здесь же не закрытое заседание, здесь открытое заседание. Вы сейчас закон нарушаете? Вы сами нарушаете закон. Да, да, да. То есть вы согласны с этим, что вы нарушаете закон, если вам нужно нарушать? Это же не вратвейское мнение. А попроси, пожалуйста, представиться, что заявление написали на человек. Почему вы не можете разъяснить? Вы же вроде по-русски разговариваете. Нет, ну, может быть, действительно кто-нибудь представится, что это полицейский. Вот переводчик же идет, попросите, как говорится, что там. Это точно полицейский, там, как определить, только по форме определится? Ну, наверное, он может представиться. А есть удостоверение у вас? Можете посмотреть? Есть, есть. А представьте себе, вы нам тоже запрещаете пройти, я так понимаю, да? Или только вы запрещаете? Понятно. Как это другое? Это что? Это права, что ли, водитель? Валительского суверения. Нет, там написано «полиция». Очень похоже просто. Это не то, ну, как. А назваться можете? Должен звание. Кого запрещено? А на кого за время написать? Будет интервейка, это официруется. Подожди, подожди. Я, кажется, тоже полицейский. Николай? Я тоже полицейский. Тоже полицейский. Я вас предупреждаю, что я... Я нунцелечественную, дуастр. То есть вы до сих пор... Ну, принцелек, хватит, кувинтельте. До сих пор пытались мне что-то по-русски объяснить. Сейчас вы отказываете... Он черксов, орбец, дар, он хиле, нунцелек. Дар, дуастр, путец, вы экспликации... Не помню. Я не рэп считаю. Это ощущение. Что мне объяснит, что она конкурсия? Ну, что... Счезреш, исполнит дуастр, дар... Скажите, пожалуйста, вы можете нам объяснить на вас, в какую станцию надо жаловаться? На ваши действия, кому жаловаться, скажите, пожалуйста. Ну, не адресался, но скажу, что он требует... Адресался, например, Берли, на инстанте дуастр, дуастр. Мы, 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 да. Я все объясню. Инстанта дуастр, дуастр. Возможно, это английский? Нет. Не могу, молдавнеаска. Не могу, ни вариантов никаких. То есть, по-русски вы понимаете, а по-моему молдавнеаска отвечаете, правильно? Он понимает, но прекрасно понимает, он не хочет разговаривать. Потому что он знает степенью ответственности, которую он достигает. Это же все-таки европейская страна. Мазdon, здесь есть государство, в инстанте дуастр, что вы вы отправили на инстанте дуастр. В конце концов, вы были благодарны с инстанта дуастр. нам так и не удалось попасть ни на одно заседание хотя попыток было несколько у меня возникает закономерный вопрос почему их держит в сезоне под домашним арестом зачем надо назначать каждый рабочий день судебное заседание в течение целого года что-то можно делать столько времени почему родственников не пускают на заседание в процессе мы обратились в посольство россии чтобы представитель присутствовал на заседании он сам все это увидел своими глазами тоже офигел и написал аж две ноты протеста и после всего увиденного как бы там не хотелось быть объективным и услышать другую сторону но начинаешь верить обвиняемым их родственникам чтобы зачем устраивать весь этот фарс суде и аэропорту провокатор чё сделал она сделала вид что судимый ко мне обратился хотя он молчал я молчал и он молчал все пишется за год вы переговаривались по никакого правосудия я пока не увидел а только нарушение прав издевательства над обвиняемыми в стране без пяти минут члена евросоюза